Всем привет! Вы на канале MyPetsPlanet, и в этом видеоролике будет распаковка посылки, но уже не с пауками, а с муравьями. Открываем и видим сразу пару подарков. Это пара зоофобусов и вот такая пипетка. Добираемся до самой прибирки с маткой. Да, здесь только матка. Без распрода и без рабочих, но зато крайне интересная и редкая. Упаковано всё хорошо, в том числе в фольгу. Чтобы сохранять нужную температуру, не было никаких перепадов. А вот и сама матка. К счастью, она жива. Муравьи эти называются полиарахис ригзоса. Матка очень крупная, и её размер около 16 мм. Но за счёт своих длинных лапок и длинных усиков она кажется ещё больше. Матка очень активная, и это очень радует. Кстати, интересный факт. Эти муравьи, вернее их название, полиарахис, переводится примерно горбатый муравей. И это действительно так. Если присмотреться, то на спине у матки имеются таких два шипа. Не только у этого вида, но и у многих других. Это действительно так. Также и у рабочих они тоже имеются. Я не могу сказать, какого размера будут рабочие. Мне самому интересно, как они будут выглядеть. Опять же, потому что в интернете нет никакой информации. Но содержание эти муравьи схожи с полиарахис илоудата или полиарахис дивис. Теми муравьями, которых достаточно часто заводят. Кстати, она также обильно покрыта маленькими волосками. Не каждые полиарахисы так выглядят. Здесь это очень хорошо видно. Кормить эту матку я буду турменскими тараканами, ну и постараюсь разнообразить её питание. Конечно, после лёта маток можно не кормить, но так всё-таки это экзотический вид, то сделаю исключение и в надежде, что матка скорее отложит яйца. Эти муравьи также их называют ткачами. Но сами по себе они ничего не ткут. Вернее, ткут их личинки. Личинки этого вида выделяют такую нить, которая застывает на воздухе. С помощью неё они делают себе такое гнездо, кокон, скрепляя всякий мусор и субстрат на земле. Тем самым получается достаточно прочный, как будто сделанный из картона кокон. А на этом всё, всем пока, вы были на канале MyPetsPlanet. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...